Наш мир полон технологических чудес, создающих каждодневное удобство. На самом деле, за этими привычными явлениями стоят люди, часто остающиеся в тени. Никола Тесла – одно из таких имен. Хотя его имя знакомо многим, детали жизни и истинный масштаб вклада остаются недооцененными. Многие изобретатели, подобно Тесле, предпочитали уединение и созидание изобретений ради самих идей, а не ради славы. Возьмем, к примеру, создание интернета. Это была коллективная работа нескольких крупнейших умов, трудившихся десятилетиями. Но почему некоторые из предвестников прогресса оказывались забытыми? Исторические детали, политические игры и коммерческие интересы могли заслонять настоящие гении прошлого, пока внимание общественности сосредотачивалось на более шумных фигурах. Эти истории не просто о людях, опередивших свое время, но о тех, кто оставил за кулисами исторический процесс технологической эволюции. Настало время погрузиться в удивительные судьбы, чтобы восстановить справедливость и отметить незаслуженно забытых героев прогресса. Давайте перейдем к одному из самых известных, но недооцененных изобретателей своей эпохи. Гений Никола Теслы Когда мы говорим о Николе Тесле, на ум приходят его невероятные изобретения, изменившие историю. Он задумал и построил систему переменного тока, которая позволила электричеству передвигаться на большие расстояния. Это было истинным прорывом для конца 19 века, когда возгорались огни Нью-Йорка, освещая ночное небо благодаря вкладу Теслы и компаний, с которыми он сотрудничал, таких как Вестингхаус. Тесла также усердно трудился над беспроводной передачей энергии. Он мечтал о мире, где электричество распространяется по воздуху. Этот проект стал символом его амбициозных идей, хотя и не достиг полного успеха в коммерческом плане. Эксперименты в его Уорденклифской башне стали легендой, а усилия передавать импульсы на расстояние около 40 метров показали возможность безграничного будущего. В области радиосвязи Тесла запатентовал решения, демонстрировавшие большие перспективы. Несмотря на его усилия, Марко не стал тем, кто завоевал признание. Тем не менее, Тесла остался верен своим исследованиям, занимаясь и ранними работами с рентгеновскими лучами, хотя мировая наука связывает их открытие с именем Вильгельма Рентгена. Никола Тесла остается символом не только научной гениальности, но и трудностей, которые постигают изобретателей на их пути к признанию. Несмотря на масштабные идеи, многие из них не находили коммерческой поддержки и оставались только мечтами гения. Первая программистка Байрон Ада Августа Лавлейс Ключевая фигура в истории программирования, чье видение опередило ее эпоху. Дочь поэта Джорджа Гордона Байрона, Ада, вступила в историю благодаря своим успехам в области математики и науки. Именно она, переводя статью об аналитической машине Чарльза Бэбиджа, дополнительно создала свои заметки, давшие миру первый программный код – алгоритм для вычисления чисел Бернулли. Хотя аналитическая машина так и не была построена при жизни Ады и Бэбиджа, ее идеи оказались на удивление своевременными. Она предвидела широкий спектр применения этой машины, включая возможность автоматизации музыки и работы с текстами. Это было не просто научным прорывом, но отражением мощного воображения Лавлейс, заведомо превзошедшего рамки середины 19 века. Родившаяся в 1815 году, Ада прожила недолгую жизнь и скончалась от рака матки в возрасте 36 лет. За ее время признание ее трудов было ограничено, однако через столетия ее вклад был переосмыслен и оценен по достоинству. Сегодня Ада Лавлейс признана первой программисткой в истории, доказавшей, что вычисления могут иметь неограниченные возможности. И хотя ее имя, возможно, было забыто на короткое время, роль которую она сыграла в создании программного обеспечения, невозможно переоценить. Показав собой мощь соединения науки и искусства, она дала миру более чем просто алгоритмы. Она открыла дверь в будущее, где компьютеры могут решать задачи любой сложности. Эта неоценимая стратегия рабочего видения продолжает вдохновлять как программистов, так и тех, кто лишь делает первые шаги в мир технологий. Итальянский авиатор В мире авиации полно легенд, но не все изобретатели получили должное признание. Джованни Батиста Капрони, не столь известный большинству, был одним из итальянских пионеров, чьи концепции изменили авиацию начала 20 века. В 1912 году его компания Капрони начала выпускать бипланы, которые сыграли важную роль во время Первой мировой войны. Капрони верил, что авиация станет неотъемлемой частью будущего, и его ранние разработки это подтвердили. Он создавал большие бомбардировщики для итальянских военных, и его стратегический подход к проектированию самолетов прокладывал путь к массовому использованию авиации. Капрони также был увлечен экспериментами с трехмоторными конструкциями, что позже ляжет в основу многих гражданских и военных моделей. Достижения Джованни не оставались незамеченными. Его самолеты получили признание в Италии и за ее пределами, однако он, как и многие изобретатели, стеснен был ограничениями времени. Проблемы с финансированием и последствия войны тормозили развитие. Тем не менее, его упорство и способность создавать авиационное будущее вдохновили многих, и на его разработках учились поколения авиаконструкторов. История Капрони показывает, как важна поддержка и признание в технологии. Его успехи напоминают нам, что многие аспекты современной авиации базируются на трудах первопроходцев, которые видели возможности там, где другие видели границы. Теперь задумайтесь о другой важной сфере, где амбициозные исследования покоряют границы звука и переворачивают наше представление об акустике. Укротитель звука Мы живем в мире, где звук окружает нас повсюду, но лишь немногим известно, кто стоял у истоков современных аудиотехнологий. Одним из тех, чья работа осталась в тени, был Гарри Олсон, американский инженер, чьи разработки в области акустики внесли неоценимый вклад в современное звуковое проектирование. В 1920-х Олсон начал работать над технологиями, которые позволили бы улучшить качество записи и воспроизведения звука. Он разработал первый студийный микрофон, который мог захватывать звук с высоким уровнем точности. Это устройство стало прорывом для радио, телевидения и киноиндустрии. Истинное величие его изобретения заключалось в возможности задать новый стандарт качества передачи звука, даже в эпоху, когда вся индустрия только начинала развиваться. При жизни Гарри Олсон запатентовал более ста изобретений и активно продвигал свои идеи через статьи и книги. Его исследования акустических пространств позволили создать системы пространственного звука, без которых сегодня не может существовать ни одно кино или музыкальное мероприятие. Но какие еще неизвестные истории скрывает наука? Знаете ли вы, что в начале 19 века один французский ученый изобрел самый известный медицинский инструмент, оставив за собой наследие, которое продвинуло всю медицину вперед? Французский Гиппократ Во времена зарождения современных медицинских технологий важные открытия не всегда получали заслуженное внимание. Давайте обратим наш взор на такого известного героя, как Рене Лайенек, французского доктора, который оставил незабвенный след в мире медицины. Лайенек известен как создатель стетоскопа, изобретение которое в начале 19 века радикально изменило подход к медицинской диагностике. Этот уникальный инструмент позволил врачу безошибочно определять состояние пациента, просто прикладывая его к груди. В те времена подобная техника была новаторской. Лайенек стал одним из первых, кто смог использовать звук для диагностики, открыв новую главу в медицинских исследованиях. Его открытия были настолько важны, что значимость стетоскопа и сегодня сложно переоценить. Однако придумывая столь полезное устройство, Лайенек столкнулся с сомнениями своих современников. Люди не сразу оценили потенциал его идеи и были нужны долгие усилия, чтобы утвердить значимость стетоскопа в медицинской практике. Поразительно, но созданный им прототип стетоскопа сохранял свою актуальность на протяжении многих десятилетий, став стандартизированным инструментом для врачей по всему миру. Такой прорыв вдохновил многие поколения медиков и инженеров. Шаг за шагом, двигаясь к созданию методик, подобных сканированию, которые пришли позднее, в 20 веке. Впоследствии изобретения Лайенека намекают на будущее медицины и показывают, как из свежего подхода может произрасти инновация эпохальных масштабов. Пока мир находился на пути малого, но значимого изменения, в темное время истории были люди, чьи изобретения, связанные с другим типом направления, изменили наше понимание мира. Далее мы узнаем о персоне, открывшей многие двери к бескрайним просторам, к которым раньше у человечества не было доступа. Компас для всех Компасы были известны человечеству задолго до современности. Первые упоминания о них пришли из Китая, где уже в 11 веке использовали магнитные указатели для навигации. Одним из людей, способствовавших совершенствованию Компаса и его широкому применению, был английский ученый Уильям Гильберт. Гильберт, живший в 16 столетии, первым обосновал магнетизм как научное явление и открыл для Европы тайны устройства Компаса. Он исследовал свойства магнитных полей, обнаружив, что Земля сама по себе является гигантским магнитом. Эти открытия не только улучшили понимание работы Компаса, но и проложили путь к дальнейшим научным прорывам. Благодаря Гильберту Компасы стали более точными и надежными навигационными приборами. В результате работы Гильберта необходимость в дополнительных навигационных инструментах заметно снизилась. Однако карты всегда оставались важной частью мореплавания. Компас и карта – два инструмента, которые вместе помогали покорять моря. Изучение магнитных полей открыло ученым путь к пониманию природы и технологий будущих поколений. Благодаря твоей заинтересованности в этих удивительных фактах, ты можешь окунуться в мир, где визионеры видели далеко за пределы своего времени. Как научные идеи соединились с творческими размышлениями одного из самых известных умов всех времен? Будущее глазами Леонардо Леонардо да Винчи, помимо всемирно известных художественных произведений, являлся выдающимся архитектором, ученым, музыкантом и инженером эпохи Высокого Ренессанса. Его многогранность поражает. Среди его разработок были задумки, которые опередили свое время на столетие. Например, схема воздушного винта, прототип вертолета с парусиной, который согласно замыслу приводился в движение человеком. Это далеко не все. Его идея орнитоптера, машины с подвижными крыльями, черпала вдохновение из древних мифов, как пример тому Дельтаплан. Леонардо также разработал водолазный костюм с дыхательными трубками и стеклянными линзами для подводных операций. Позднее в его записях можно найти проекты танка. Бронированные колесницы, вооруженные пушками, которую должны были приводить в движение люди. Однако все эти замыслы, включая первые чертежи парашюта, многоствольного пулемета и даже подобие велосипеда, оставались за гранью реалистичного исполнения из-за технологических ограничений того времени. Не перестает удивлять и робот-рыцарь, проект которого вызвал бы восторг современников. Несмотря на то, что многие разработки да Винчи остались концептуальными, их идеи вдохновляли поколения изобретателей по всему миру. Невозможно игнорировать тот вклад, который Леонардо оставил в различных областях науки и техники, прокладывая путь к открытиям будущего. Окунаясь в историю его замыслов, мы открываем для себя изобретателя, чьи видения воплотились в современные технологии. Незаметный вклад немцев В обширной истории технологических достижений труд немецких ученых занимает особое место, особенно в области понимания и применения электричества. Один из самых выдающихся немецких физиков Генрих Герц провел эксперименты, которые навсегда изменили наше представление о природе волн. В 1888 году он подтвердил теории Максвелла о существовании электромагнитных волн. Его работа была не столько об изобретении радиоприемников, сколько дала человечеству научную базу для дальнейших открытий в радиосвязи. Вернер фон Сименс же сыграл решающую роль в промышленной революции, став первооткрывателем в разработке и массовом производстве динамомашин. Его усилия были сосредоточены на развитии электротехнической промышленности, включая электрические железные дороги, хотя первыми электрифицированными линиями занимались многие изобретатели по всему миру. Тем не менее, вклад Сименса в создание и усовершенствование таких технологий нельзя не отметить. Он помог электроэнергии стать доступной, выдвинув ее на уровень потребления городских масс. Говоря о массовой электрификации, нельзя забывать о трехфазном переменном токе, который действительно стал возможным благодаря международному сотрудничеству. Здесь следует вспомнить имя русского инженера Михаила Долива-Добровольского, который наряду с учеными из Германии и других стран разработал трехфазный трансформатор и продемонстрировал передачу электричества на большие расстояния во Франкфурте-на-Майне в 1891 году. Когда реки научных мыслей начинают соединяться, появляются действительно революционные идеи. Некоторые из них могут быть столь необычны, что сначала их сложно даже воспринять всерьез. Мозг – великая загадка. Загадочные устройства, способные интерпретировать мысли, долгое время остаются предметом научного интереса и множества исследований. Наиболее ранние попытки связаны с именами Василия Яковлевича Данилевского и Ричарда Кэттона, которые еще в 19 веке пытались разгадать тайны мозга с помощью электрической активности. С тех пор идея чтения мыслей вдохновляла целые поколения ученых. В более поздние годы исследователь Юлиус Эмнер создал устройство, пытавшееся фиксировать активность мозга, сравнимая с записью звука. Эти исторические разработки сформировали основу для коллективных научных усилий, направленных на понимание того, как можно интерпретировать нейронные сигналы. Сегодня новейшие технологии, такие как методы функциональной МРТ и машинное обучение, позволяют создавать сложные системы для частичного анализа мозговой активности. Исследования в Калифорнийском и Техасском университетах показали, что, используя продвинутые модели и мощные нейронные сети, можно преобразовывать мозговые импульсы в текстовые данные. Однако эти достижения пока далеки от фантастических представлений о полном чтении мыслей. Такие истории вдохновляют на размышления о настоящем и будущем технологий. Это повод задуматься о том, как много еще предстоит открыть и куда могут привести мечты и усилия нынешнего поколения исследователей. Секреты таланта Поколениями изобретателей мир вел себя как белая страница, ожидающая ярких графитовых следов гениальных умов. Гений не знает границ, и их истории подтверждают это. Вспомним, например, германца Генриха Герца, чье имя прочно засело в научной истории, а его опыты над радиоволнами привели к взлету радиосвязи. Окружающий наш мир создается наблюдениями таких людей, тех, кто искал лазейки в неведомом. Имена, события, даты – это не только факты, но и источники вдохновения для грядущих открытий. Истории изобретателей, которых мы вспоминаем сегодня, помогают нам по-новому взглянуть на мир, поощряя оригинальное мышление и неутомимую страсть к исследованиям. Ведь каждый новый день мы становимся свидетелями рождения свежих концепций и радикальных преобразований. Главное помнить, что признание и поддержка гениев всегда были двигателем прогресса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова